Современное общество отличается высокой динамичностью социальных и экономических процессов. Рыночные преобразования требуют новых подходов к организации и управлению всеми элементами хозяйственной деятельности. Менеджмент возник в начале XX века и через несколько десятилетий стал влиятельной общественной силой. С появлением транснациональных корпораций, сравнимых по экономическому потенциалу с отдельными государствами, роль менеджеров приобрела колоссальное значение. Менеджмент – это деятельность по управлению и координации работы предприятия и его подразделений. К принципам менеджмента относятся закономерности и требования, выполнение которых обеспечивает эффективную работу предприятия. Целенаправленность, компетентность, ответственность, системность – вот неполный перечень принципов менеджмента. Они влияют на достижение предприятиям экономических целей, повышение эффективности производства за счет снижения себестоимости продукции и получения прибыли. Менеджер – это лицо, занимающее управленческую должность и принимающее решения по определенным видам хозяйственной деятельности фирмы. В зависимости от размера компании менеджмент делится на уровни – высший – генеральный директор, председатель совета директоров, средний – заместители руководителя, начальники отделов или цехов, и низовой – руководители бригад, секторов, участков. Качество работы менеджера отражается на успешности фирмы. Ли Якокко успешно работал у Генри Форда, но после разногласий перешел в руководство Крайслер и сумел спасти автомобильную компанию от банкротства. Лесли Ричард Грофс руководил манхэттенским проектом по созданию ядерной бомбы. Он не имел никакого отношения к науке, но, как никто, гениально управлял процессом. Маргарет Уитмен превратила скромный ресурс eBay в огромную торговую интернет-площадку. Билл Гейтс создал компанию по производству программных продуктов Microsoft Corporation, которая сегодня является гигантом бизнеса. Основные функции менеджмента – организация, планирование, мотивация и контроль. Организация – это процесс создания структуры предприятия, где отражен состав, подчинение и взаимодействие отдельных подразделений фирмы. Познакомимся с типами организационных структур. Линейная – отличается выраженной вертикалью управления, где все решения передаются по цепочке сверху вниз. Подходит для небольших предприятий с несложной специализацией, например, розничных магазинов. Функциональная – делит организацию на структурные звенья, каждая из которых решает конкретную задачу. Управленческие решения принимаются медленно, поскольку нет единоначалия. Такая структура принята на крупных машиностроительных предприятиях. Штабная структура отличается наличием у линейного руководителя отдельной группы консультантов, которые прорабатывают возможные управленческие решения и предлагают их руководителю. Штабы могут работать как временно, так и постоянно. Такую структуру используют группы компаний и холдинги. Планирование – это определение целей деятельности фирмы и способов их реализации. Различают стратегическое или долгосрочное планирование на 10-15 лет, тактическое или среднесрочное – на 3-5 лет, оперативное или краткосрочное – на месяц и менее. Отдельная тема планирования – составление бизнес-планов, комплексных описаний деятельности по реализации коммерческого проекта с учетом возможных проблем и рисков. Умение составить бизнес-план помогает понять, стоит ли вкладывать средства и окупятся ли затраты за счет доходов. Мотивация – это создание заинтересованности персонала в достижении цели фирмы. Мотивация привлекает и удерживает высококвалифицированных сотрудников и повышает производительность труда. Административное воздействие оказывает руководитель. Через инструкции и приказы он направляет деятельность сотрудников. Материальное воздействие оказывается на сотрудников через систему штрафов и поощрений, начисление процента от проведенных сделок. Нематериальное воздействие – это набор разнообразных методов – благодарности, грамоты, повышение квалификации и карьерный рост. Контроль – это мониторинг за деятельностью предприятия, необходимый для коррекции работы предприятия, предотвращения кризисных ситуаций и достижения экономических целей. Предварительный контроль производится на этапе планирования путем анализа привлекаемых финансовых, материальных и человеческих ресурсов. Текущий контроль осуществляется в ходе реализации деятельности путем обратной связи от сотрудника к менеджеру. Заключительный контроль происходит по итогам запланированной деятельности путем оценки достигнутого результата. 21 век называют веком потребления. Все вокруг нас связано с покупкой и потреблением товаров. Почему значимость маркетинга в наше время стала настолько важна? Попробуем разобраться. Маркетинг – это деятельность, направленная на формирование и удовлетворение рыночного спроса. Маркетолог – это сотрудник, который занимается анализом спроса на производимый товар и рынки сбыта товара и разрабатывает мероприятия по увеличению продаж. Знаменитые маркетологи. Говард Шульц основал компанию Starbucks и стратегию ее маркетинга. Аман Сио Артега создал и продвинул бренд одежды Zara. Аллан Малалли вернул компании Ford статус транснациональной. Тадаси Янаи разработал сверхтонкий пуховик TM Uniglo. Основные элементы маркетинга отражены в концепции маркетинг-микса или модели 4P. Продукт – продукт, цена – прайс, место – плейс и продвижение – промоушен. Продукт – это товар или услуга, которую фирма предлагает потребителям. Определение конкурентных преимуществ, контроль за качеством товара, разработка бренда и упаковки – все это элементы товара. Цена – регулятор потребительского спроса. Определение оптимальной и разумной цены – важнейший элемент маркетинга, поскольку потребитель, обдумывая целесообразность покупки, не станет приобретать товар по завышенной цене. А слишком низкая цена, скорее всего, вызовет сомнение в качестве продукта. Место – это канал, с помощью которого будет приобретаться товар. И неважно, будет ли это обычный магазин или онлайн-площадка. Главное, чтобы это было удобно целевой аудитории, на которую рассчитывает производитель. Продвижение – это комплекс мер по информированию потребителей о достоинствах товара и побуждению желания купить именно этот продукт. Продвигать продукцию на рынок можно, например, с помощью промо-акций или бесплатной раздачи образцов. Рассмотрим, как на продвижение товара влияет реклама. Реклама – это открытое оповещение фирмой потенциальных покупателей и потребителей товаров и услуг об их качестве, достоинствах, преимуществах, а также о заслугах самой фирмы. Телевизионная реклама – универсальный и массовый инструмент. Обладает визуальным, звуковым и эмоциональным воздействием на потребителя, но дорога в производстве и трансляции. Реклама в прессе имеет свою целевую аудиторию. Контакт с потребителем у печатной продукции более длительный, причем журнальная реклама отличается высоким качеством выполнения и возможностью размещения образцов товара. Но в целом пресса обладает низкой оперативностью в изменении макета, выхода рекламы и ее однообразием. Наружная реклама размещается на улице в форме баннеров, афишных тумб и растяжек. Она зрелищная, охватывает большую аудиторию, имеет возможность нестандартного предъявления. Минусы наружной рекламы – необходимость контроля за состоянием рекламных конструкций, их подверженность атмосферным явлениям и высокая стоимость изготовления. Реклама на транспорте – размещение информации снаружи и внутри транспортных средств. Хороша мобильностью и высоким уровнем воздействия. Но такая реклама недолговечна, малоинформативна и не обладает целевой аудиторией. Реклама на радио – общедоступный канал, обладает высокой сменяемостью информации, повторяемостью и небольшой ценой. Но, как правило, люди невнимательно слушают радио и часто переключаются на другие радиостанции. Реклама в интернете динамично развивается, имеет в арсенале звуковые, визуальные эффекты, корректируется в кратчайшие сроки и достигает целевой аудитории, но ограничена размерами размещаемых баннеров и количеством пользователей интернета. Рекламная стратегия – это комплексная программа продвижения товара на рынке с помощью созданного рекламного продукта. Существуют два основных вида рекламных стратегий. Рационалистические – направленные на определение преимуществ по сравнению с другими товарами. Эмоциональные стратегии – рассчитанные на побуждение к покупке через ассоциации, образы и чувства, связанные с конкретным товаром. Итак, менеджмент и маркетинг – важнейшие инфраструктурные элементы экономики, посредством которых предприятия достигают устойчивого получения прибыли. Хороший бизнес-план и правильная реклама – основные механизмы реализации бизнес-идеи. Субтитры создавал DimaTorzok